Добро пожаловать на мой канал Наталья Соколовой. Здесь я вам расскажу, как правильно хранить и подготовить яйца для инкубации. Что для этого требуется? Первым делом мы должны быть уверены, что наши яйца оплодотворенные. То есть у них есть эмбрион. Те яйца, которые мы берем у курочек, с ними должен гулять петушок. То есть если вы яйца берете где-то на ферме или на рынке, спрашивайте всегда у продавцов, что был ли петушок рядом с этими курочками, чтобы вы были уверены, что время не будет потрачено впустую и зря спустя 3 недели. Следующее, что мы должны знать, это какие сроки хранения яйца до инкубации. Сколько необходимо хранить яйцо дней до того момента, как мы закладываем его в инкубатор. Самый хороший оптимальный вариант хранения яиц для инкубации, это конечно же 5 дней. 5 дней это у вас будет 100% результат вылупления цыпляток из ваших яиц. То есть 5 дней это самое то. И чем больше дней вы будете хранить яйца для инкубатора, тем меньше процент вылупления этих яиц. Перед тем, как заложить яйца в инкубатор, необходимо их проверить на качество. Это надо обязательно сделать. Давайте посмотрим, посмотрите вот на это яйцо, например, какие тут вкрапления. То есть я бы не советовала это яйцо положить в инкубатор. Поэтому мы его откладываем, потому что здесь эмбрион будет слабенький и непонятно, что там вылупится. Яйца проверяем на наличие трещин, выемок, вкраплений, наростов, чтобы яйцо было правильной формы. Также яйца могут быть разного размера. Крупные, мелкие. Я, например, так как у меня яиц не так много, поэтому я буду закладывать и крупные и мелкие. Я считаю, что из мелкого яйца тоже вылупится достаточно хорошенький цыпленочек. Также хочу отметить, что я яйца не мою. Конечно, это спорный вопрос среди фермеров. Кто-то моет, кто-то нет. Но я считаю, что их мыть, конечно, не нужно. Яйца покрыты оболочкой, защитным слоем, который предохраняет яйцо от внешних возбудителей. Поэтому лучше, конечно, его не мыть. Поэтому я не мою. И последний этап, это маркировка яйца. То есть мы должны пометить яичко. С одной стороны, допустим, я рисую палочку, с другой стороны аккуратненько рисую вот такой крестик. Для чего мы помечаем яичко? Для того, чтобы было в дальнейшем в инкубаторе удобно переворачивать яйца и не запутаться. Перевернули и на какую сторону. Вот именно для удобства помечается. Помечать вы можете любой пометочкой. Какая вам больше нравится. Нолик, палочка, крестик. Еще. Помечаем карандашом. Не надо брать ручку, маркер, краску. Это все может нарушить скролупу яйца. Краска может проникнуть вовнутрь. Если чего вам это надо, берете карандаш и рисуете. Я немножко тут не совсем ровно рисую, но мне главное что? Результат. Я пойму, где что у меня нарисовано. Ну, вот это и последний этап, который я хотела вам сказать. И теперь эти яйца я буду закладывать в инкубатор. Инкубатор у меня собственного домашнего производства. И покажу я его вам в ближайшее время на своем канале. Посещайте мой канал.